Практически во всех областях, которые в своем докладе затронул глава муниципалитета, наблюдается положительная динамика роста. Где-то она больше, где-то скромнее, но есть и такие, в которых район, в том числе и благодаря показателям прошедшего 2016 года, удерживает лидирующие позиции. Ленинский район уверенно двигается вперед в общей стратегии развития региона, а по ряду ключевых показателей входит в число лучших. И это наглядно подтверждает главную мысль, озвученную нашим губернатором в ежегодном обращении 31 января текущего года. Лидерство – это реальность. В нашем случае реальность состоит в том, что Ленинский район является одним из лидеров среди муниципальных образований Московской области по привлечению инвестиций. В 2016 году в районе открыто 451 предприятие. Все это стало возможно благодаря благоприятному инвестиционному климату. На ближайшие пять лет инвестиционный портфель района состоит из 17 крупных проектов на сумму более 30 миллиардов рублей. Это позволит создать порядка 5000 новых рабочих мест. Естественно, что открытие новых предприятий, создание рабочих мест, наряду с активным жилищным строительством, прямым образом влияет на пополнение муниципального бюджета. А это значит, что все программы, в том числе и социальные, выполняются в полном объеме. Объем работ, который был завершен в 2016 году, он впечатляет. В первую очередь, естественно, у нас бюджет хорошую наполненность составил. Мы впервые рванули. Я уверен, что дальше мы будем наращивать наши бюджетные составляющие. Ленинский район вошел в десятку лучших в Московской области еще по одному показателю. За прошедший год в районе создано 3 119 рабочих мест. Из них 1787 высокопроизводительных. В ежегодном обращении губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев подчеркнул. Для человека самый ценный результат промышленной, агранной и инвестиционной политики – это работа рядом с домом. Я ставил задачу на 2016 год о создании 3000 новых рабочих мест. И ее удалось выполнить. Практически по всем направлениям и общественно-политической жизни, и социально-экономическим направлениям есть двиги, есть успехи, есть чем гордиться. Конечно, это не означает, что уже все сделано. Наш губернатор всегда говорит, что сделано немало, но темп избавлять ни в коем случае нельзя. Наоборот, их надо наращивать, потому что нам еще предстоит сделать очень и очень много. В решении вопросов социальной сферы важную роль играют востребованные квалифицированные специалисты. С целью их привлечения в Ленинском районе стремятся обеспечить достойный уровень заработной платы. По данным показателям в сфере образования, культуры и спорта мы входим в 15 лучших муниципальных образований Московской области. По уровню заработной платы педагогов общего образования мы занимаем первое место в области. В заботе о людях и приоритету социальных программ в Ленинском районе традиционно уделяется особое внимание. Это отмечали и те, кто слушал доклад главы. Здорово, что здесь, в районе, как раз глава об этом отметил, подтверждая те замечательные традиции, то, что здесь накоплено очень много хорошего, и дальше будет это развиваться. Наконец, стоит сказать об организации, где граждане напрямую получают государственные услуги – МФЦ. Уровень удовлетворенности граждан организации предоставления государственных и муниципальных услуг составил 99,62%. По итогам работы за 2016 год наш МФЦ улучшил свои позиции и поднялся с 46-го на 15-е место в областном рейтинге данных учреждений. Как показывают цифры, лидерство – это действительно реальность. И несмотря на то, что по многим позициям Ленинский район может дать фору другим муниципалитетам, нам есть к чему стремиться. А значит, и в 2017 году работа не будет останавливаться. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.